здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы поговорим с вами на мой взгляд очень важную тему на тему борьбы с мошенничеством тем более что у нас здесь находится непосредственный специалист по этой теме илья седой начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями майор полиции мы с ними преступлениями уголовного розыска городской округ люберцы представляет илья илья здравствуйте здрасте скажите пожалуйста ну слово имущественно это подразумевается кража до имущества имущественно да это все что находится в квартире телефон сумка кошелек ну и так то есть не приведи господи да что на себе не показывают что если например у человека произошла кража вот сейчас все-таки лето начинается как-то там ситуация меняется люди наверняка начнут покидать свои дома вот и если у них происходит кража и они вызывают полицию в итоге здесь в люберцах они попадают к вам да они попадают ко мне или я попадаю на то место там где совершено преступление отношения этого человека понятно но по моей по одной из моих профессий мне приходилось играть тоже людей форме и заниматься но одно дело играть кино другое дело существовать в реальности вот на сегодняшний день мошенников стало больше или всегда во все времена приблизительно одинаковый процент на сегодняшний день мошенников стало больше я скажу так что их с каждым годом становится все больше и больше соответственно потому что развиваются также сети интернет развиваются какие-то торговые площадки в интернете в интернете и соответственно появляются также люди которые хотят в этом деле обманывать ну я скажу так что с каждым годом на порядок становится больше но так скажем так электронное мошенничество это электронное мошенничество и контактная мошенничество чтобы понимать это нужно выделить сначала два вида мошенничества но сначала мы во первых можно дать определение мошенничества даже такой же понимали маля вы понимали чтобы люди понимали то мошенничество это что это хищение чужого имущества или завладение права на чужое имущество путем обмана или злоупотреблением доверия значит этот человек который этим занимается он и называется мошенникам либо мошенницы он подлежит уже уголовному конечно наказание конечно подлежит соответственно так как первого не является сотрудником ну мы здесь самый распространен какие у также чтобы жители понимали нашего городского округа до представляется чаще всего либо социальными работниками допустим которые приносят пенсию да хотя уже сейчас ее не приносят пенсию но вы все равно представляют представляются и люди верят либо представляются там газовыми службами сейчас нам еще волонтерами добавил анти орыми да ну под предлогом различных служб вот и задача проникнуть в квартиру их задача проникнуть квартиру войти в доверие населения и соответственно совершить свои противоправные действия правильно я понимаю что мошенник вот мы сейчас говорим о контактном потом во второй части поговорим о бесконтактном мошенничестве правильно да и два вида распространен контактный и бесконтактный сейчас мы говорим о контактному контактную но чтоб тоже чтоб люди понимали да ну уже из названия подразумевают под собой это то что контакты это соответственно потерпевший уже общается с непосредственно непосредственно с лицом который хочет его обмануть ну как вот мы с вами общаемся так же они у но мы не хотим дурную дуну не концу что хотим обмануть но они то есть видят друг друга первый самый простой способ для наших граждан сегодня да все таки не впускать в квартиру если мы говорим о контактном вот да все что связано с моим домом тем более сейчас особенно когда люди долгое время находились дома да и возможно мошенники тоже перестраивались да в каком-то на каком-то этапе сейчас народ наоборот пойдет из дома гулять на прогулку поехать куда-то к друзьям по стране поехать там глядишь и за границу начнут покидать дома ни в коем случае не открывать дверь и спросить соответственно кто пришел у всех работают телефон сейчас мобильный телефон есть у каждого городские у кого-то остались соответственно звонить надо данные службы спросить идет либо какая-либо ну рейд там или что у этих контроль какой-то контролю этих служб что эти службы могут прийти к данному человеку домой соответственно я думаю скорее всего скажут нет пока не никаких рейдов нету и так далее в этих служб и соответственно дверь не открывать ну хорошо есть все-таки открыли тут же что же можно еще себя чем-то обезопасить вот открыли заходит человек заходит человек ну когда уже как говорится человек которыми с пистолетом заходит когда человек заходит это уже сложнее обезопасить потому что ты уже подвел к себя какого опасности до какой-то опасности вот ну если даже уже пусть предлагает например даже может быть не домой не саму квартиру да а вот перед квартиры в не прихожую даже вот перед квартиры там стоит в этом в каком-нибудь подсобочка такая до перед квартирами и начинает что-то рассказывает что вот мы там что-то проводим сейчас тогда мой совет что даже если это так случилось то надо это выслушать искать хорошо мы обратимся официальным по официальному телефону данной службы если нам нужна данная услуга но мы обратимся соответственно уже напрямую данной организации хорошо кто тогда те люди которые я приведу несколько примеров на собственной жизни да например приходит человек так называют впаривают что-то да и они подлежат какому-то ну скажем так наказанию или нет конечно отговорить что вот не заходила ли вам к вам такая компания которая предлагает этот начинает что-то грузить тебя ну к примеру можно сделать здесь пример как вы говорите грузить и впаривать до начинают какие-либо датчики ванду и уже самой воды то же самое утечки газа до вашего плита там и так далее вот у меня был прям такой случай женщина одна прибежала у меня такой подсобочка да на две квартиры закрытые вот кричит значит что все мы сейчас проделали здесь полную дезинфекцию тогда что в принципе может быть реальность вот и необходимо чтобы вы себя обезопасили потому что типа сейчас к вам во все щели полезут тараканы что тоже в принципе может быть мы же понимаем вот я начал что-то как-то предпринимать и потом она говорит что ну а совсем немножко вот осталось этого самого средства вот мы вам можем дать немножко я же простой советский человек ну давайте 100 рублей с точки зрения закона тоже существует очень много тонких грани таких на соответствии что она продала но мне ничего в итоге нового мне что не продала другим людям что она говорит это гель для рак отравления тараканов да мы же не знаем пока не проведя все экспертизы ранее гель это для травления тараканов либо это какая-то и чека у меня не было и чека у вас не будет соответственно может может она даже и не обманывая кого может она реально и продала это гель дата как только он стоит 20 рублей на рынке она продала его за 500 рублей но это самая простая такая схема но ее можно уже называть мошеннической схемы или это просто такое продвижение товара скажу так если в данном соответственно тюбики это будет не гелин для этого не раканова что-то в эту конечно это можно назвать мошенничеством как себя обезопасить есть такое понятие умный дом все равно взламывают как-то попадает квартиру и так далее как идет у вас сейчас мы хотим понять уже как обезопасить себя в общем от кражи имущества дверь не мошенничестве за уже а уже кражи имущества да да нет ну дверь естественно скажу спасет соответственно тоже нужно понимать тоже разграничение да как у нас говорится на ну там на рынке дать чему на чем выше стоимость замка тем соответственно его сложнее сломать да ну любой замок если профессиональный вор его любовь можно сломать как любой сейф как любую силу и дело времени если один замок сломаем за минуту то другой сломок сломается за 15 минут это же соответственно уже подумать есть у нее столько времени чтобы сломать этот замок или нету с ним надо повозиться с замком это конечно все равно играет роль вот эти замки вот системы какие-то основное да что я хочу сказать самое которое я считаю вещь которая помогает в непроникновении квартиру до их дома это сигнализация это работает сейчас сигнализация я скажу она во первых работают уже на том этапе на том этапе что она уже стоит его видит что она уже стоит уже не будет соответственно расступать данный полу квартира а вор может каким-то образом но все равно за сигнализации за этой сигнализации стоят люди которые потом должны на нее реагировать на эту сигнализацию существует всякие сейчас компании которым этим занимаются которым я якобы отдаю ну свое имущество в некое предварительно охрану что ли скажем так но ведь боржи может с ними договориться получить информацию какую-то ну с точки зрения теоретически до теоретически ну конечно каждый человек совсем с любым человеком где-то в любой сфере может договориться да но с точки зрения практически и ну на моей не зафиксировать и такого не было и на моей памяти даже такое не зафиксировано что там где стоит сигнализация то есть проникли посторонние лица и что-то украли то есть даже такого неба поэтому я говорю это один из лучших способов которые действительно действует еще один такой короткий момент как вы считаете за этим тоже будущее когда в доме будет стоять камера уже такой сейчас есть человек может находиться на отдыхе и смотреть себя что происходит дома вот это камерность скажем так защита она тоже да это тоже вопрос такой я считаю двояки да кому-то нравится эти камеры кто-то допустим против того что ну как они говорят но мы теперь мы под колпаком да все за за нами следят вот все за нами смотрят да я на самом деле до сторонник и ну и как и представитель власти да и как можно сказать обыватель до который обычный гражданин российской федерации да я считаю что за этим будущее и камеры на самом деле они помогают в раскрытии очень много преступлений которые совершаются его как вы говорите восстановить картину до преступлений что было и кто находился на новое дело другое дело что может быть просто мы сейчас завершаем уже немножко помечтаем что наверно этот внешний камерный режим он должен быть как-то отрегулирован потому что действительно у каждого человека есть право на свободу а вот внутренний камерный режим это нужно чтобы человеку захотелось поставить ну как хочу здесь добавить что вы говорите право на свободу да вот если вы порядочный гражданин и вы не совершаете никакого правонарушения даже за которые могут привлечь к уголовной ответственности ну и чего тогда бояться я сделаю небольшой перерыв и вот вторую часть мы с вами посвятим очень важного нам издать момент электронному мошенничеству это как бы главное сегодня у нас будет тема потому что она сейчас развивается прямо семимильными шагами до встречи напоминает а программа открытый диалог сегодня у нас гостях илья седой майор полиции начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями это отделение относится к уголовному русскому городского круга люберцы и мы теперь говорим о электронном мошенничестве вот уж где действительно сейчас для мошенников разгул абсолютно правильно сказали что мошенники иногда даже впереди нас идут потому что у них задача состоит в том чтобы быстро воспользоваться той схемой которую могут разгадать и потом уже она не будет работать но не впереди нас не впереди но они же есть а их же не поборешь они всегда чуть-чуть должны на шаг вперед быть ну на шаг должны мы догоняем догоняемся вот скажите уже с развитием технологий как у них развиваться технологии также и нашей системе министерства внутренних дел также развиваются технологии что это за мошенники почему у них так получается и как быть если человек все-таки передал информацию и понял что эти трубку положил или телефон выключил и понял что что я наделал давайте сначала то разберем на ну допустим фрагменты на конкретном примере даже чтобы также людям понимать и чтобы они не стали как говорится участником данного мероприятия соответственно вы правильно сказали поступает звонок так на телефон гражданина собрать звонок соответственно этот звонок если раньше они поступали просто с неизвестных номеров да то как вы сейчас недавно сказали эту мошенники уже они квалифицируются уже улучшают свои там мошеннические качества да и уже дошло до того что сейчас поступают звонки и определяется как телефон номер банка допустим там сбербанк там 900 да вот они как будто с 900 этого номера и звонят соответственно что людей уже сразу напрямую происходит доверие к этому звонок ослабляется до ослабляется видя что происходит звонок с банком соответственно так как я уже ранее говорил что мошенники являются тоже своего рода психологами происходит уже разговор с уже мы можем называть так уже с потерпевшим до которые начнут начинают уже у него расспрашивать разные его данные то есть они могут уже знать если эта женщина кто у него муж фамилии меня справили какой-то подгаде то есть они уже до провели уже заранее подготовку для своего разговора и уже будут входить доверие манипулируя личными данными уже потерпевшего соответственно войдя в доверие они сейчас на последний момент это то есть говорят вот эти так называемые уже сотрудники банка да говорят что извините ваша карта с вашей карты сейчас не была попытка снятия денежных средств и дабы прекратить это мероприятие вот вашу карту нам сейчас нужно заблокировать чтобы мошенники не завладели вашей картой хотя это уже машина ряда вот соответственно человек вниз немного впадают в панику что у нее деньги хотят снять с его карты и ему под этим предлогом предлагают назвать соответственно персональные данные карты там различные пин-коды до чтобы потом снять с карты денежные средства ну я это рассказал как бы в общих чертах да не вдаваясь в эти глубокие подробности которые должны вставлять нашему населению что понять что что происходит заставляют человека сказать все данные таким образом завладевают заводила сразу же снимают с нее деньги да и на этом все заканчиваю на этом и заканчивается если вдруг ну понятно что нельзя никому все должны знать давать эту информацию тут же надо перезвонить в банк до ничего не предпринимая сначала перезвонить баскать от вас был звонок или не был правильно понимаю правильно поймать и и также не идти на поводу мошенников если даже ну получается случаются такие случаи да что когда человек вроде не верит да совсем но он говорит я вот вам не верю то мошенники начинают уже включать как вы ранее говорили автоответчики ну вы не верьте вот мы сейчас вам включим автоответчик нашего банка тогда да 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 соответственно и все равно происходит вот это какое-то давление на человека так чтобы он нужно отключиться и просто по новому перезвонить свой банк конкретно уже до своему телефону даже не по своему который указан у нас на интернет как говорится ресурсах да вот этого банка телефон позвонить туда и узнать информацию звонил и банк или нет причем я так понимаю что сейчас такая информация и по телефону могут позвонить и могут прийти и в системы коротких сообщений мессенджеры как угодно они атакуют нас также хочу добавить чтобы наши жители нашего круга тоже взяли этого внимания что как вы сказали смс смс она тоже также приходит как будто она из банка то есть сверху будет не номер телефона какой-то неизвестный а тот же номер допустим 900 сбербанк или там других банков до любой написано 900 сбербанк такой-то будет написано есть это все сейчас легко эти девушки коми делается еще один такой момент распространенный был это звонки по поводу того что я попал в аварию срочно нужны деньги очень часто это происходило и как-то это тоже работало хотя иногда даже дозванивались и у меня был такой звонок что всех мой сын попал хотя у меня сына по крайней мере на сегодняшний день пока не было вот вот это еще работает такая схема это до сих пор это мошенничество она случается но это мошенничество можно сказать распространенные уже как мы можем сказать прошлых лет да но как вы не странно вы сказали да в виду человек пара до сих пор действует уже она меньше действует да но она действует потому что этот это мошенничество она уже идет на психику человека да то есть тому же не надо быть как вот предыдущему машине 100 говорили у психологом добыть правильно раздаляй на разговаривали с человеком долго разговаривать держать его на вот этой нотке нервной до чтобы он никуда не трубку не положила не ушел никуда то есть вот здесь именно идет на психику человека быстро быстрее разговор резкий разговор давление разговором соответственно давлением на то что твой родственник попал в беду то есть и вот на основании этого человек уже тоже начинает уже спадать ступор потому что ну все мы неловко себя чувствуем дак наш какой-то родственник попадает беду да если происходит такой звонок а звонок он происходит либо в аварию попал там представляется сотрудниками полиции что там нужно решить какой-то там вопрос задержи коррупционно раздавляет за день рождения да вот и так далее вот разные такие вопрос надо сразу скинуть положить трубку как говорится да и позвонить тому родственнику соответственно про которого шел недавний разговор который как шон где-нибудь совсем да как вы сказали что он попал в беду до перезвонить ему соответственно даже если до этого родственника не дозвонились да не надо сразу впадать какую-то панику надо подождать эти мошенники они не убегут никого понятно да тут три минуты подождать и соответственно и еще раз позвоните либо если этот родственник не берет трубку позвонить другому ближайший рост на папе маме бабушке да и узнать где находится в данный момент этот родственник еще один вид мошенничества она уже происходит в интернете это например когда мы ходим на всевозможные площадки интернет-площадки пытаемся там принимать участие оставляем свои персональные данные но есть государственные сайты есть любые другие рекламные так далее и тому подобное и там нас тоже пытаются поймать начинают предлагать группа участвовать в розыгрыше телефона отправить 100 рублей туда-то и так далее вот все что касается интернет от этого мошенничества что какие схемы существует и как себя безопасно ну тут помимо того что уже вы рассказали в до пример вот существуют еще различные примеры ну все мы рано или поздно когда-то сталкивались что-то кто-то выкладывал продавать что-то кто-то покупал до рекламные сайта на различных продовольственных интернет-площадка не будем называть как они распространенные пользуются все одними и те же вот соответственно человек хочет купить ну к примеру ноутбук как вы сказали да вот хочет купить ноутбук цена соответственно занижена нас это заинтересовало хороший ноутбук да ну как обычно новый за новый маленький задор как обычно думает русский человек дает дешево дешево и но и далее новое все хорошие а вот соответственно созваниваемся мы с данным гражданином который продает этот ноутбук вот данный гражданин говорит извините у меня уже но так как него срочно нужно продать и вы сами понимаете что вы ставили немного дешевле рыночной стоимости да вот мне уже поступил около десяти звонков там десяти-пятнадцати если вы точно приобретете эту ноутбук мне нужна предоплата соответственно вот вам номер карты скиньте мне предоплату человек опять много чего дни лога немного третий лет две тысячи там полторы тысячи ну по-разному до зависимости от жадности этого человека да все человек опять впадает ступор мне нужно быстрее купить от 2000 вроде как можно а то он достанется другому а тут так дешево переводим человеку на карту данную сумму он еще за все больше этого человека нет и дальше человек этот может продавать уже другой ноутбук правильно купить ноутбук его нужно увидеть или кого опять приходим к тому что рассказываем пример я отдаю советы как купить этот ноутбук либо при личной встрече уже как говорится контакта да как мы говорили соответственно созваниваемся человеком приезжаем смотрим ноутбук если человек не хочет сам ехать мы можем всегда уже на стадии разговора понять мошенник он не мошенник ну да не могу занято не мог заболел день-два занят ну и это и в интересах того же продавца до продать и ранее ноутбук соответственно если начинаются такие разговоры мы уже надо что-то не то доходить от этого разговора до либо назначать встречу приезжать смотреть ноутбук проверять и как говорится уже контактное передавать денежные средства понятно такой совет хорошо да не переводить деньги не видя товара со мной совсем немножко времени какие вы еще можете рассказать схемы или как-то предупредить наших жителей от вот этого вот мошенничество бесконтактного то чего мы еще не обсудили бесконтактное мошенничество ну мы принципе уже самые основные вот эти примеры мы обсудили которые сейчас говорят двери никому просто так не открывали никому не открывать деньги не видят товару при переводе не переводе переводить пин-коды своей никому не называть не говорить и еще один момент вот мы за немного забыли да также у нас еще происходит съем денежных средств с карта путем если человек потерял карту да просто вот это тоже такой очень важный момент и происходит снятие денежных средств до 1000 рублей потому что да некоторые карты установлены лимит свыше 1000 нельзя снять ну и все равно у людей похищают эти денежные средства сразу надо закрытие мой совет у каждого банка есть такая функция как установка лимита снятия денежных средств все равно по пин-коду то есть даже если ты потерял карточку да нельзя снять денежные средства даже в размере 150 рублей не указав пин-код то есть мой совет гражданам которые сейчас смотрят наш репортаж тоже воспользоваться такой функцией если что-то происходит не так или что-то слишком хорошие вам неожиданно предлагают надо сто раз подумать прежде чем выполнить ту или иную команду просто надо думать ну а если уже что-то случилось то обращаться если уже что-то случилось то обращаться к нам да хочу еще также добавить что связи с тем что вот эти этот вид преступлению учащается и становится все и больше да соответственно по приказу начальника управления люберецкого полковника полиции роман с вами гейм алексеевич да у нас в уголовном русске создана специальная группа вот которая занимается непосредственно данным видом преступлений мошенничеством то есть если раньше был уголовный рост занимались одним делом то сейчас создана специальная группа которая занимается именно этим видом мошенничество спицы по этому вопросу да туда сотрудники подбирались тоже соответственно ну с профессиональными качествами которые смогут раскрывать данные виды преступления и это очень важно если с вами это произошло то если вы просто не сообщите об этом то кто-то следующий тоже может пострадать а так это будет уже записано в какую-то программу будет исследовано спасибо вам большое у нас в гостях майор полиции илья седой начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями уголовного розыска городского округа люберцы спасибо вам большое с вами был николай пивненко в программе открытый диалог всего доброго